Привет, друзья! С вами Краткий Пересказ. Сегодня я вам расскажу о фильме «Тетрадь смерти». Осторожно, впереди вас ждут спойлеры. Лайт Тернер – самый обычный 23-летний американский школьник. Сидя у футбольного поля, парень выполняет домашнее задание на заказ. Неожиданно поднимается ветер, и откуда-то сверху, рядом с Лайтом, падает странная черная тетрадь. Парень поднимает ее и видит, что на ней написана «Тетрадь смерти». Начинается ливень, и все бегут в школу. Перед входом в здание два местных гопника, Кенни со своим дружком, выкидывают местного ботана из школы. Мия, чирлидерша местной команды по футболу, которая бежала сзади Лайта, вступается за паренька и отталкивает Кенни. Лайт решает вступиться за девушку, но его запал неожиданно гаснет. Учительница находит Лайта, лежащего на асфальте, рядом с которым рассыпана куча бумаг с выполненными домашками. В наказание парню придется в течение двух недель оставаться после уроков. Учительница говорит Лайту, что она уйдет ненадолго, после чего он останется один в классе. Вспомнив про находку, парень достает тетрадь и кладет ее на парту. Открывая ее, Лайт обнаруживает, что она исписана правилами, а затем идут разные имена. Чистых страниц очень много, так что есть где разгуляться. За спиной школьника что-то разбивается, от чего он вскакивает со стула. По полу катятся стеклянные шарики, которые собираются вокруг ног Лайта. Парень, конечно же по всем правилам американских ужастиков, идет туда, откуда прикатились шарики. Там, среди стеллажей, Лайт видит огромного двухметрового дикобраза. Школьник пугается демона, когда тот поворачивается к нему, ведь до этого капец как все было нормально. Он пытается выбежать из класса, но дверь запирается. Испуганный, Лайт бьет себя по лицу, думая, что это всего лишь сон. Демон произносит, что раз это сон, то почему бы и не поразвлечься. Он просит школьника подойти к окну, в котором Лайт видит, как Кенни со своим дружком пристают к школьнице. Демон предлагает парню вписать имя Кенни в тетрадь и помочь девочке, к которой они пристают. Лайт пишет имя гопника, а затем прописывает и способ смерти, после чего происходит странная цепь событий, в конце которых гопнику сносит голову лестницей. Демон предлагает парню оставить тетрадь где-нибудь на неделю, если он боится. А демон найдет ей нового хозяина. Но с тетрадью он может достичь гораздо большего. Лайт с отцом ужинают дома. Отец парня, Джеймс, служит в полиции. Лайт зол на отца из-за того, что тот, как полицейский, не помешал выпустить на свободу Энтони Скамала, сбившего насмерть мать Лайта, а также избившего свою подругу. Парень идет в свою комнату. Он достает тетрадь и начинает просматривать страницы. На одной из них он замечает надпись «Не верь Рейку». Появляется демон, который произносит, что его зовут не Рейк, а Рюк. Лайт крадет у отца папку с делом Энтони. Демон напоминает парню, что для того, чтобы тетрадь сработала, нужно знать имя и лицо человека, которого вписываешь в тетрадь. Лайт вписывает имя Энтони в тетрадь, после чего снова происходит череда странных событий, после которых Энтони кончается. Утром в комнату Лайта входит отец, который рассказывает сыну о том, что произошло с Энтони. Джеймс хоть и коп, но он рад, что карма настигла злодея. Лайт сидит в спортзале. К нему подсаживается Мия, которая интересуется, что это за странная тетрадь смерти. Парень ведет ее за столовую, где говорит, что он убил Кенни при помощи демона смерти, показывая последнюю запись в тетради. Девушка смеется, так как не верит этому. Тогда Лайт запускает прямую трансляцию местных новостей, на которой некий тип удерживает заложников. В прямом эфире мужчина выходит из здания с заложницей, которую неожиданно отпускает, а сам продолжает стоять на месте до тех пор, пока его не сбивает полицейский фургон. Лайт показывает Мии, что именно это все он прописал в тетради. Девушка говорит ему, что вместе они изменят мир. Они находят в интернете самых опасных преступников, которые почему-то находятся на свободе. Вписав их имена в тетрадь, они избавляются от них. Каждый преступник, покончив с собой, пишет имя Кира, которое придумали Лайт и Мия. По их задумке, Кира – это бог, который избавляет мир от преступников. В это время на другом конце света, в Японии, в одном из клубов обнаружено несколько десятков жертв. Среди тел ходит темнокожий парень с маской на лице по имени Эл. Один из детективов не понимает, как Кира узнал об этих преступниках, на что Эл объясняет, что он специально сливал имена малоизвестных преступников в полицейские участки, чтобы вычислить таким образом, в каком именно участке утечка. По этой причине Эллу удается вычислить то, где служит отец Лайта Джеймс. Лайт спрашивает у отца, почему он только сейчас рассказал ему о том, что Джеймсу поручили расследовать дело Киры. Да и зачем вообще его расследовать, ведь совсем неплохо, что преступники истребляют сами себя. На что Джеймс отвечает, что Кира не должен решать, кому жить, а кому умереть. Когда Джеймс приезжает в участок, там его ждет Ватари, помощник Элла, который предлагает Джеймсу встретиться с Эллом. Элл рассказывает Джеймсу о том, как именно ему удалось вычислить то, что Кира находится в Сиэтле, городе, где живут Джеймс с Лайтом, после чего выходит к репортерам с заявлением. На камеры Элл произносит, что все маньяки, которых Кира заставил самовыпилиться, были упомянуты в СМИ. А значит, Кира человек, читающий новости, а не какой-то всемогущий бог, избавляющий мир от преступников. Элл говорит, что он найдет Киру, если тот не убьет его прямо сейчас. После этого, конечно же, Элл сразу понимает, что Кире нужно видеть лицо человека и знать имя, чтобы заставить его самовыпилиться. Да с такой дедукцией он должен быть детективом вселенной. Лайт пытается выяснить у отца, как зовут Элла, на что тот отвечает, что знает не больше сына. Лайт, прогуливаясь, обнаруживает слежку за собой. Элл объясняет Джеймсу, что они следят за всеми, у кого есть доступ к базе данных полиции. А у Лайта он может быть, так как он сын полицейского. Лайт рассказывает Мие, что за ними следят. Девушка предлагает убить их, но парень против этого, так как это сразу наведет подозрения на них. Тогда девушка предлагает убить вообще всех следователей, которые работают по данному делу и следят за остальными подозреваемыми. Лайт не хочет убивать невиновных людей и предлагает девушке залечь на некоторое время на дно. Они смотрят новости, где рассказывают, что после того, как Кира перестал наказывать преступников, преступность в городе снова выросла. Девушка собирается домой, на что Лайт предлагает ей остаться и вписать имя очередного убийцы в тетрадь. Девушка отказывается и уходит, говоря, что у нее много дел. После этого Лайт видит огрызок яблока, который очень любит демон. Неожиданно, ФБРовцы начинают умирать один за одним. Лайт думает, что это дело рук Рюка, так как он не вписывал их имена в тетрадь. Парень угрожает демону, говоря, что если он еще сделает что-то подобное, то Лайт впишет его имя в тетрадь, на что демон отвечает, что хоть в его имени всего три буквы, но еще никто не успел вписать больше двух букв его имени в тетрадь. Лайт и Мия смотрят выступление отца парня по телевизору, который говорит, что после убийства полицейских Кирой они все равно не остановятся, а продолжат его искать. Мия хватает тетрадь и хочет вписать туда Джеймса. Лайт забирает у нее тетрадь, ведь Джеймс его отец. Эл делает вывод, что Лайт и есть Кира, так как он не стал убивать своего отца. Парень вместе со своей девушкой придумывают, как узнать имя Элла, чтобы вписать его в тетрадь смерти. У тетради есть правило. Можно вырвать страницу с именем и уничтожить ее, тогда человек будет спасен. Они решают вписать в Атари, давая ему задание узнать имя Элла, которое он должен выполнить за два дня. Такое правило тетради. А после того, как он узнает имя и сообщит его по телефону, они вырвут страницу и сожгут ее. В Атари отправляется искать приют, где вырос Элл. Джеймс, Лайт и Мия ужинают. Приходит Элл, который просит девушку оставить их наедине. После этого он говорит, что Ватари пропал и спрашивает у Лайта, что он хочет от него и куда он его отправил. Джеймс не понимает, что происходит. Тогда Элл говорит ему, что его сын и есть Кира. Элл приводит с собой полицейских обыскать дом Джеймса, но Мия успевает спрятать тетрадь, в чем она ему признается в школе. На школьном балу Лайт связывается с Ватари, прося его поторопиться с поиском имени Элла, так как отведенные два дня заканчиваются. Парень понимает, что Ватари не успевает найти имя и бежит к шкафчику Мии, чтобы вырвать страницу с именем Ватари, так как не хочет его смерти. Достав тетрадь, Лайт обнаруживает, что страницы нет. По телефону Лайт слышит, как в помещении, где находится Ватари, вбегают полицейские, которых прислал Элл на поиски, после чего слышны выстрелы. Парень возвращается к девушке и спрашивает, зачем она вырвала страницу с Ватари, на что девушка отвечает, что хотела защитить Лайта. Правда, вырвала она страницу, судя по фильму, еще до того, как они вписали туда задание для Ватари. Она также рассказывает, что это она вырубила одного из оперативников, а потом, узнав его имя из документов, вписала его в вырванный листок тетради, приказав оперативнику вписать в этот же листок всех сотрудников ФБР, которые имели дело к поиску Киры. Мия говорит парню, что он может выйти из игры, если отдаст тетрадь ей, на что получает отказ. Она признается, что вписала в тетрадь имя Лайта, и у него в полночь остановится сердце. Но Мия вырвет страницу с его именем и сожгет ее до полуночи, чтобы спасти парня. Но благодаря этому она станет следующим хранителем тетради. Девушка приказывает ему принести тетрадь. Лайта достает тетрадь из шкафчика и слышит полицейские сирены. Он убегает из школы, написав Мии, чтобы она его ждала в парке аттракционов. На колесе обозрения парень предлагает девушке сбежать и никогда не пользоваться тетрадью. Мия признается, что не хочет ни от кого бегать, и вырывает тетрадь у Лайта. Видя лицо парня, девушка догадывается, что он вписал ее имя. Лайт рассказывает девушке, что его сценарий не сработал бы, если бы она не взяла тетрадь. Колесо обозрения начинает рушиться. Лайт и Мия выпадают из кабинки, но парень, ухватившись рукой за кабинку, держит и себя, и девушку. Мия, видя, как тетрадь вылетает из кабинки, хватает ее, вырвав лишь страницу, после чего падает. Лайт отпускает руку и падает за ней следом. Хотя они и летели друг за другом, но девушка почему-то падает на площадку, разбившись, а Лайт падает в воду. Эл, видя, как листок вырванный Мии падает в огонь, подходит и успевает заметить, что это страница с именем Лайта. Самому Элу после случившегося устраивают разнос, так как единственный подозреваемый Лайт находится в коме, а самовыпиливание преступников продолжается. По этой причине Элла высылают из страны. Находясь в самолете, Эл вспоминает слова Лайта о том, что в учебник алгебры можно вписать имя любого человека, и он исчезнет навсегда. Эл узнает, что Мия занималась алгеброй и отправляется к ней домой. Лайт приходит в себя. К нему приходит отец, который произносит, что нашел статью из газеты об Энтонис Камале, сбившего мать Лайта, у него в комнате. Поэтому только теперь он наконец понял, что Кира – это и есть Лайт. Как? Почему? Я не знаю. Это же кино. Джеймс спрашивает у сына, как все было. Лайт рассказывает отцу, каким образом он все прописал в тетради, чтобы отвести от себя подозрения. Но самовыпиливание продолжалось, пока он находился в коме пару дней. Эл этим временем находит в комнате Мии вырванную страницу с именами всех сотрудников, которые вели следствие по делу Киры и которые выпилились. Эл берет ручку, чтобы вписать имя Лайта, а в палате парня появляется Рюк. Людишки, вы такие интересные! Спасибо за просмотр! С вас лайк и подписка! До встречи на канале! Субтитры сделал DimaTorzok